Сегодня у нас обновлённая линейка внешних аудиоинтерфейсов от Tascam, серия HR. Мы рассмотрим среднюю модель и старшую модель. Обзор на младшую модельку, если она вам вдруг интересна, вы найдёте по ссылке в аннотации. Ну и эту ссылку мы продублируем также в описании. Всё для вас, дорогие друзья, кто смотрит нас с телефонов. Вы на канале Давай Запишем, и я вас приветствую! Здесь мы говорим о Pro Audio. Если вы встречались с оригинальными 2 на 2 и 4 на 4 US от Tascam, то эти карты покажутся вам достаточно знакомыми внешне. И вы действительно правы, основные изменения всё же произошли внутри. Но снаружи у нас теперь другой цвет, что тоже достаточно интересно. Как несложно догадаться, 2 на 2 это карта формата 2 на 2, то есть 2 входа и 2 выхода независимых. 4 на 4, 4 канала независимые мы можем писать по входу, и 4 канала независимые можем воспроизводить. Карты друг от друга в целом, они не имеют особых отличий даже внутри. Единственное, что каналы. Тут каналов поменьше, здесь каналов побольше. И по входу тут мы имеем комбо-разъемы, здесь комбинированные разъемы у нас как бы раздвоенные, то есть есть полноценный XLR и есть TRS-разъем для каких-то подключений через TRS-провод. На каждый канал мы можем подавать фантомное питание, то есть у нас предусмотрена возможность работы как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами. В каждый канал мы можем подключить линейный источник. С инструментами всё немножко запутаннее. Два на два. Здесь оба входа у нас инструментальные, и туда и туда мы можем подключить инструмент. Главное, выберите специальным переключателем линейное или инструментальное. У вас подключение будет сейчас активно. Здесь у нас имеется только два из четырёх инструментальных каналов, первый и второй. Третий и четвёртый канал предусмотрены только для линейных подключений. Опять же, если работаете с инструментом, то переводите специальный переключатель в инструментальный режим и начинайте работать. У каждого канала есть по индивидуальному регулятору усиление. Опять же, крутилочками на блоке уже выходов мы можем управлять громкостью. Это будут раздельные крутилки для громкости тихого и громкого контроля, то что идёт у вас на громкие мониторы. Есть ручка регулировки соотношения, баланс, то есть мы можем задавать мониторинг аппаратный, сколько в этом аппаратном мониторинге будет сигнала, приходящего непосредственно на входы вашего аудиоинтерфейса, а сколько будет сигнала с компьютера. К примеру, если вы записываете под минус ваш вокал, вы можете регулировать громкость вокала и громкость минуса, их соотношение. Опять же, ручка для управления громкостью того, что идёт на наушники, и здесь есть выходы. Тут у нас один TRS-выход под наушники, здесь у нас уже есть аж два разъёма для подключения наушников, но они не независимы. Сзади у двух аудиоинтерфейсов в целом картина схожая, ну за исключением количества выходов. И там, и там в HR-серии появился Type-C. Вот здесь важно, карты, несмотря на такой новый разъём, работают в стандарте USB 2, и в комплекте у нас идёт провод с Type-C на привычный всем Type-A. Так что, даже если у вас какой-то очень старый компьютер, к нему эти карточки подключить получится, не волнуйтесь. Есть разъём для подачи питания. Карты без проблем работают, питаясь по USB-шине, а DC-вход нужен скорее для работы с планшетом. Да, эти карты можно подключить к планшету и вести запись воспроизведения с мобильного устройства. По выходу, как я сказал, два балансных канала на выход, и четыре балансных канала на выход на версии 4х4. Ну и вишенкой на торте мы найдём MIDI-интерфейс с входом и выходом. Теперь по начинке. Прежде всего, нам интересно сравнение старой серии и обновлённой HR-линейки. Для большей наглядности я буду пускать картинки. Итак, обращаем наше внимание на микрофонные предусилители. Тут в целом никаких особых изменений, и если верить информации на сайте производителя, то преампы внутри стоят всё те же, и в целом к этому нет особых претензий. Ну зачем менять то, что и так работает отлично? 56 децибел в максимальном положении, это в целом хороший результат. Интереснее ситуация становится, когда мы понимаем, в чём заключалась основная модернизация. Преобразователи. Да, HR обзавелись новенькими преобразователями, теперь вместо 96 килогерц мы можем получить уже 192 с привычными 24 битами. Опять же, более продвинутые преобразователи позволили достичь лучших цифр в соотношении сигнал-шум и уменьшить искажения по входу. Тем, кому эти слова ни о чём не говорят, и кому цифры из таблички тоже ни о чём не говорили, скажу лишь то, что HR-серия действительно подтянулась по сравнению с предыдущими US карточками. Отдельное упоминание заслуживают выходы для наушников. Напомню, что 2 на 2 здесь у нас один выход, 4 на 4 тут у нас сразу два разъема. Они не независимые, то есть одна крутилка и микс один и тот же идёт и туда, и сюда. По поводу громкости вполне себе неплохо, так же, как и на US. Допустим, мы тестировали всё с помощью наших штатных Sennheiser'ов на 64 Ом. В целом эти штуки раскачивают. Если что-то уже более высокоомное, то, возможно, нужно подумать, нужно ли покупать настолько высокоомные наушники, наверное, над этим. Вот. Эти карты уже вполне можно назвать профессиональными инструментами. Ими можно пользоваться для записи музыки, для записи подкастов, озвучек, ведения прямых эфиров, стримов и так далее. Главное, выбирайте то, что нужно именно вам. К примеру, если вы понимаете заранее, уже на этапе выбора, что вы не будете использовать больше двух микрофонов одновременно, ну скажем, у вас будет подкаст на двух ведущих, то, скорее всего, вам больше подойдет вот эта модель. Если вы понимаете, что у вас будет очень крутой подкаст, который просто взорвет iTunes, Spotify или куда сейчас модно заливать подкасты, там будет 4 ведущих, то 4 на 4 ваш бро. Опять же, опять же, есть и младшая модель. Если вы любите находиться наедине с собой, и вы иногда подписываете гитарочку, опять же, одну, то выбирайте 1x2, обзор на неё, напомню, вы сможете найти по ссылке в аннотации или внизу в описании. Опять же, при выборе карты руководствуйтесь правилом, старинной поговоркой. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Выберите, что нужно вам, и вперед создавать. Возьмем одну из карт и послушаем её в работе. Как я говорил чуть ранее, начинкой они не отличаются друг от друга, так что этот тест будет действителен как для 2 на 2, так и для 4 на 4. Подключим сюда электрогитару в качестве первого теста и послушаем её звучание. Будем слушать как сырой звук, который попадает на карту, так и что-то более интересное, прошедшее через нашу обработку. Несмотря на то, что и на этом аудиоинтерфейсе есть аппаратный мониторинг, я напомню, что вот с помощью этой ручки вы можете сдавать соотношение звука с входа в карты к звуку, который звучит у вас в компьютере, ну в цифровой рабочей станции, к примеру. Так вот, несмотря на это и несмотря на то, я должен об этом сказать, потому что это важно. Несмотря на то, что аппаратный мониторинг здесь есть как в моно, так и в стерео, это настраивается в контрольной панели, там можно переключить. Так вот, несмотря на всё это, если вы пишете гитару, то, скорее всего, вы будете пользоваться плагинами, вы будете пользоваться VST-обработкой в режиме реального времени. И при использовании этой самообработки очень важным параметром является задержка, потому что вы хотите получать комфорт от игры, вы хотите слышать себя без каких-либо задержек, уже обработанного, звучащего через Fender, через Marshall или что вы там себе понатыкаете, что вам больше нравится. Так вот, тот самый параметр задержки именно сейчас вы видите на своих экранах. Мы его намерили, замерили с использованием вот этого ноутбука, с использованием одного из этих аудиоинтерфейсов. И именно такие цифры эти карты сегодня и выдают. Стоит сразу же поговорить и о драйверах. Здесь мы имеем свой собственный ASIO драйвер, и внешне он отличается от US-ов предыдущих. Здесь мы можем настроить мониторинг аппаратный, включить или выключить входные каналы, задать маршрутизацию для выходов, а также сменить размер буфера. У карт есть loopback, это клёвая функция, позволяющая вам либо записывать, либо пускать в прямую трансляцию звук, происходящего у вас на компьютере. Причём это всё настраивается вплоть до того, что будет ли сигнал моно или будет он стерео. Сейчас будет тест, в котором я предлагаю вам соединить приятное с полезным. Послушаем одновременно и акустическую гитару, и вокал. Как эта карточка работает с вокалом, с голосом, и как она работает с гитарой. Будем задействовать сразу все входы. Субтитры сделал DimaTorzok О приятных бонусах в виде подарков, которые мы получаем в комплекте с этими картами стоит поговорить. Ну в частности, нам дают бесплатные версии Cubase для компьютера и Cubase для мобильных устройств. Они урезанные, но всё же бесплатные. Очень частый вопрос, который касается, наверное, даже этих карт. По поводу Windows. У меня Windows 7, будут ли они работать? Они будут работать. По крайней мере, на момент снятия ролика производитель на сайте пишет, что поддержка Windows 7 в драйверах имеется. С другой стороны, друзья, на дворе уже 2021 год, а вы всё ещё сидите на Windows 7. Ну как-то что-то непорядок вы не находите? Ну это ваше дело в любом случае. Что ещё стоит сказать об этих картах? Как уже было чуть ранее, серия HR состоит из трёх аудиоинтерфейсов. Есть интерфейс помладше, и вот два старших брата, две старших сестры, я даже не знаю, как их гендерно идентифицировать. Средняя карточка и старшая карточка. Мне было бы очень интересно от вас услышать, какая карта вам понравилась больше. Почему? Возможно, какие-то плюсы. Возможно, что-то наоборот вас не устроило, и в общем, это было бы очень интересно услышать, чтобы как-то расширить свой кругозор в этом плане. Я напоминаю, что это был канал Давай Запишем. Я напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. И я напоминаю, что я не прощаюсь. Я говорю, до свидания, до встречи в следующем ролике!